Доброго времени суток, дамы и господа. С вами на связи Леонид Ионесин. На календаре у нас сегодня 14 марта 2016 года. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиотта, рыночных данных на Форекс. Итак, пара евро-доллар. Я считаю, что еще какое-то движение вверх возможно, даже в плане тококоррекции вот этого уровня. Например, может быть, у меня откуда здесь покупка, может быть, мы возьмем цель 1.12.7. Может быть. Первичная цель я выставил вблизи предыдущего максимума. Это на уровне 1.12. То есть, тейк профи. Посмотрим, насколько длинной может быть вот эта волна С, мелкая в составе вот этой более крупной волны С. То есть, я думаю, что вот эта С-волна формируется в виде вот такого зигзага. Есть, конечно, альтернативный вариант, что мы с текущей пойдем вниз. Тогда нужно будет немножко по-другому все это здесь разметить. Фунт. Фунт вне рынка. Но я считаю также, что здесь есть и запас хода вверх к цели 1.45.1. 1.45.2. У меня выставлена отложка на покупку выше вот этих максимумов на отметке 1.44. Я ожидаю, вот как вы видите здесь, формирование пятой волны, мелкой в составе вот этой волны Y. Австралиец. Австралиец. Думаю, что бычий походу он завершен полностью. Может быть, конечно же, какие-то еще коррекции наверх. Но, в принципе, мне кажется, мы уже будем идти вниз в довольно-таки долгосрочном плане. Тем более, что Резервный банк Австралии уже не раз повторял, что им нужна слабая национальная валюта, а не сильная. Так как это вот имеет негативный эффект на экономику страны. Итак, у меня здесь открыта продажа. Она уже на безубытки переведена. Ожидая вот сначала вот тейк на уровне вот этой нижней образующей этого треугольника. Вот видите, вот этого большого треугольника. То есть, примерно на уровне 0.75.1. А потом, если пробьем 0.75, пойдем еще ниже. Новозеландец. Новозеландец тоже есть запас... У новозеландца тоже есть запас хода вверх к отметке 0.68.5 плюс-минус. Я считаю, что сейчас формируется вот этот зигзаг большой волны С. И сейчас это формирование мелкой волны С. Вот в этой большой, и еще мелкой, и еще мелкой. С предстоит только начаться после завершения этой мелкой Б. А, Б, С. Вот этой Б волны, потом начнет мелкая С волна. Я думаю, что мы здесь какое-то время пойдем вниз. Какое-то время не рискнул зайти на эту... На продажу, на этот нисходящий ему подкосрочный тренд. Потому что неизвестно, какая глубина вот этой коррекции. Но, в принципе, я ожидаю вверх. Японская иена. Японская иена, ожидаю ее вниз. Ожидаю, что японская иена будет укрепляться. Однако, тоже не стал заходить по рынку, потому что цена находится выше средней скользящей. У меня вот выставлен селл-стоп, отложка на продажу. Ожидаю сегодня исполнение уровней 1.12.5. Сначала 1.13, потом 1.12.5, 1.12.3. А, может быть, и 1.12 сегодня увидим. Канадец. По канадцу вот такая ситуация. Формируется вот этот клин или диагональный треугольник в этой пятой волне. Может быть, он уже сформирован, если его по-другому немножко нарисовали. Примерно вот так. Может быть, вот это верхнее образующее. Нужно будет здесь внимательно за ситуацией следить. Я тоже здесь вне рынка. Вне рынка, потому что тут ситуация двоякая. У нас вот внизу есть сильная линия поддержки. Вот, видите, вот была выше на этом уровне. Есть еще ниже. Но, конечно, с погрешностью. Вот это они сделаны с погрешностью. Сделано, проведено на старший таймфрейм. Поэтому тут, в принципе, возможны разные варианты из-за этого. Цене сходить очень низко не дадут. Просто может быть максимум до уровня 1.31 максимум, я считаю. После этого должна быть четвертая волна. И только после этого, может быть, пойдем ниже на уровень до цели 1.30. Франк. Франк у меня здесь стоит отложка на покупку. Она должна сработать уже. Давай теперь введу тейк. Вот, в принципе, на этот рекомендуемый уровень, да? Вот она сработала. Да, я считаю, что закончилась вот эта вторая волна в составе более крупной. В составе более крупной вот третьей волны. Вот такого порядка. Вот такого порядка. И я ожидаю, что начинается длинный такой аптренд. Ну, сначала жду исполнения уровня 99.99.5. Может быть, мы сегодня увидим ей единицу. Фунта франк. Фунта франк также ожидает движения вверх. Потому что, вот, как я себе разметил, здесь закончилась первая волна вот этого уровня. Вторая волна. Сейчас должна начаться вот третья волна вот этого уровня. Конечно, вот с мелкими вот такими. 1.2.3. И с мелкими вот такими, да? 1.2.3. Будем посмотреть. Итак, я ожидаю здесь исполнение цели. 1.42.5. 1.43. Может быть, и выше. Фунта иена. Фунта иена. Тут, мне кажется, должна завершиться вот эта пятая волна. Мелкая вот. Даже, даже... Не знаю, если я здесь открою покупку. Ну, в принципе, вот смотрите. Вот эта верхняя линия нисходящего этого канала. Она проявлена точно. В принципе, есть еще какой-то запас хода. Запас хода наверх. Да, я открою здесь покупку. Стоп, перевожу вот как можно ближе. Ну, и тейк вот на уровне вот этой верхней образующей канала. Потом, конечно же, да, движение вниз. Еврофунт. Еврофунт вне рынка. У меня здесь стоит отложка на покупку. Потому что по разметке как бы закончилась вот эта четвертая волна. Потом был заходной импульс в первой волне. Была коррекционная вторая волна. И, может быть, начнется вот третья волна этого уровня. Нужно будет подождать. Нужно будет подождать. И у меня выставлена отложка на покупку. Вот на уровне 0,77,5. Если сработает, то я жду исполнения уровней 0,77, 0,78, 0,78, 5. Евроавстралиец. Открыта у меня покупка. Так как считаю, что евро будет укрепляться, как я говорил ранее. А австралиец будет слабеть. Первичная цель 1,49. 1,50. Может быть и выше. Евроканадец. Также по таким же соображениям у меня какая-то покупка. Хотя здесь вот видите, сильный уровень сопротивления. Поэтому тут будет некоторая ожесточенная борьба за него. Но если пробьем его, тогда ожидай исполнение уровня 1,48,5. 1,49, 1,50. Может и выше. Еврофранк. Также открыта покупка. Я думаю, считаю, что закончилась коррекционная вторая волна. Видите. Сейчас идет формирование третьей волны этого же порядка. Ожидаю исполнение цели 1,10. 1,10,2. Может быть 1,10,5 сегодня. Евро и иена. По евро иене вне рынка. Потому как ожидаю, что иена сильно будет укрепляться сегодня. В течение этой торговой сессии. И думаю, что тут должна быть вторая коррекционная волна. Первый. Заходной импульс был. Сейчас должна быть вторая. Поэтому у меня отложка на продажу. Если она сработает, то я ожидаю исполнения уровней 126 и 125,6. Австралиец иеном. Так как он будет слабеть, иена будет укрепляться. Я ожидаю движения вниз в рамках хотя бы этой коррекции. Если может быть коррекция может прийти не на старшее темпо, а может углубиться на старший порядок, скажем так. Я имею ввиду этого порядка. Ожидаю исполнения целей 85, 84 и 7. Если пробьем 84 и 7, тогда нужно будет здесь что-то пересмотреть. Австралиец, канадец. Открыта продажа. Однако с близким стопом и сразу выставлен ордер на покупку. Потому что... Да, есть вариант, что мы пойдем в текущих вверх. Вот в рамках вот этой C волны мелкой. Да, в составе более крупной Y волны. Но это альтернативный вариант. Я ожидаю стопи с текущего, что мы пойдем вниз до 0,995. После этого уже пойдем наверх до вот этой линии сопротивления. Австралиец, новозеландец ожидает движения вниз, как ни странно. Потому что я, конечно, могу ошибиться и тут возможны ошибки. Потому что я говорил, что австралиец будет слабеть, а новозеландец будет укрепляться. Да, но сначала он будет идти некоторое время вниз, если вы помните. Да, я говорил. Но тут тоже неизвестно, если пойдет вниз. Можем с текущих пойти вверх. Поэтому я открыл продажу и ожидаю исполнения уровня 1,116. В принципе, я везде могу ошибаться. Итак, фунта и иена, последняя пара на счету IPOM управляющего. Ну и в моем списке, да. Я ожидаю, что мы закончили вот эту четвертую волну. Так, да, в виде вот такого вот расширяющегося треугольника. Интересно. Сейчас ожидаю движения вниз. У меня какая-то сделка на продажу. Ожидаю исполнения уровня 115. Если пробьем его, зайдем опять внутри этого нисходящего канала, значит пойдем еще неожиданно. Да, мои господа, на этом у меня все. Желаю вам путного тренда, жирных профитов, тощих лосей. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте ваши лайки, если вам понравилось. И до завтра. Пока-пока.